Скульптур Руслана Сергеева Один и другой скульптор – это абсолютный рекорд, причем не только для маленького Израиля, но и для многих стран мира. Некоторые из скульптур Руслана уже успели стать символами израильских городов, как, например, кузнечик в Мадеине или Медузовой Элати. Однако имя мастера знакомо далеко не всем израильтянам. В этом видеосюжете мы расскажем о том, как правнук православного паломника стал главным ландшафтным архитектором Святой Земли. Трудно поверить, но все, что сделано Русланом, не существовало еще каких-то 15 лет назад. Свою компанию Руслан открыл только в 1996 году, а до этого все было как у всех. Приехав в страну с большой ольей 90-х, с женой и двумя дочерями из Минска, молодой дизайнер брался за все. Была работа грузчиком, подработки оформителем. А новый стиль ландшафтного дизайна был изобретен в песочнице детского садика, где за копейки Руслан лепил для детей бетонную лягушку. Для всего творчества Руслана характерны полуреалистические и полусказочные персонажи. Добрые кузнечики, несущие хорошую энергетику бабочки, радостные жуки, фантастические рыбы, излучающие улыбки ящерицы и улитки, другие самые разные насекомые, от которых не оторвать ни детей, ни взрослых. Русланом создано шесть уникальных тематических скульптурных парков, в которых органически сочетается звук, цвет и свет. Это парки науки, звуков и ощущений. А есть еще парк ангелов, уникальность которого в том, что в этом парке инвалиды могут играть вместе со здоровыми детьми. Заказчики скульптур Руслана – это, как правило, различные министерства Израиля, муниципальные власти городов, национальный земельный фонд. Сегодня с Русланом работают лучшие скульпторы и архитекторы страны. Его имя знают специалисты во всем мире. Работы Руслана представляют Израиль на многочисленных международных конкурсах. Например, медведь Руслана с 2007 года ездит по миру в рамках международного проекта ЮНЕСКО. А история Иерусалимских львов напоминает детектив о разбросанных по миру братьях. Один из первых львов был сделан для компании Пежо. Следующий заказан как подарок от города Иерусалима городу Санкт-Петербургу на трехсотлетие. Брата этих львов увезли за океан в Майами, и стоит он сегодня перед входом в синагогу. А вот крылатому льву, которого вы видите на экране, повезло больше. Он остался на родине и украшает центральную улицу столицы. Есть еще один скромный брат, которого прямо с выставки львов во дворе муниципалитета перевезли на вход в муниципалитет со страны старого города. Этого льва видят все туристы. Древний символ колена Иуды соединяет старый и современный Иерусалим. Сегодня на вершине успеха Руслан оглядывается назад, анализирует пройденный путь и отчетливо видит в своей судьбе божий промысел. Ведь еще прадед Руслана, православный паломник, стоптал шесть пар лаптей, пока дошел до Иерусалима. Руслан уверен, что именно он, прадед, своей верой и стремлением сюда проложил правнуку дорогу к успеху в вечном городе. Сегодня Руслан, успевший сам уже стать дедушкой, очень гордится тем, что его внучка родилась в Иерусалиме, тем, что он пустил здесь настоящие глубокие корни. Будучи глубоко верующим человеком, Руслан не причисляет себя ни к одной из формальных конфессий и считает, что все человечество в итоге придет к идее диалога с Богом, к некоему универсальному монотеизму. Другими словами, люди осознают себя Бней Ноах, или по-русски сыновьями Ноя. Мастерская Руслана расположена в уникальном месте, которое называется Гевататанах, холм Танаха. На этом холме, рядом с Иерусалимской шотландской церковью, были обнаружены многочисленные погребальные пещеры периода первого храма. Именно здесь была найдена знаменитая серебряная полоска с благословением коинов. С балкона мастерской открывается потрясающий вид на Древний Иерусалим. Амута и Мышкахех во время бесплатных экскурсий по городу в рамках проекта знакомства русскоязычного населения Израиля с единым и неделимым Иерусалимом организуют заезды в мастерскую Руслана. Об археологических находках на холме Гевататанах, а также о жизни на границе, которая проходила именно здесь, в период разделенного города, вы узнаете на наших экскурсиях. Присоединяйтесь! Присоединяйтесь! Субтитры создавал DimaTorzok